На Дне молодежи городские школьные музеи города представили свои стенды, посвященные Великой Отечественной войне. С 2023 года по поручению президента праздник отмечается в последнюю субботу июня. И на этот раз он совпал с 78-й годовщиной легендарного парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Поэтому в этом году в Самаре провели День молодежи в Парке Победы. А центральной частью праздника стала торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В ней приняли участие глава Самары Лена Лапушкина, региональные министры, депутаты губернской думы, главы районных администраций, юнормейцы, студенческие отряды, волонтеры и неравнодушные жители города. Глава Самары посмотрела работу площадок Дня молодежи. Гости фестиваля могли пообщаться с интересными спикерами, среди которых были, например, члены регионального правительства. Сделать памятные фотографии в разных локациях, научиться плести маскировочные сети и разбирать оружие на различных мастер-классах. На одной из площадок можно было получить консультацию по поиску работы. Также можно было записать слова поддержки участникам СВО. Душевные слова сказали на камеру более 50 человек. Записали обращение, рассказали, что они думают, что они желают. И я надеюсь, что ребята на передовой скоро посмотрят и зарядятся этой энергией. На сцене лучшие номера показали творческие коллективы, участники Самарской студенческой весны и веснушки. А завершился день выступлением Академии современной музыки знаменитых российских артистов Алексея Белова и заслуженной артистки России Ольги Кормухиной. В рамках своего тура именитые авторы-исполнители не только показывают выступления, но и дают шанс проявить себя молодым талантом. Когда-то кто-то нам помогал, теперь пришло время нам помогать. И сегодня мы даем такой мастер-класс в виде концерта, чтобы все, кто пришел, увидели. И с нами уже наша молодежь, с нашего первого тура. Авторы исполнили свои самые популярные песни, а зрители танцевали и подпевали любимым артистам. Андрей Горгулинко, Николай Пифанов. События.